приветствую вас дорогие друзья вы представляете себе ванну без зеркала я нет поэтому сегодня разберем какие виды зеркал у нас бывают и какие лучшие для каждой ванны поигнали да в данном случае навесное зеркало зеркало здесь очень интересное то есть наклеена два зеркала друг на друга с фацетом 1 сантиметр плюсы его то есть она просто повешено можно его же приклеить если многие боятся что разобьется если допустим дети какие то есть она шатается чтоб не упала можно его приклеить на стену плюсы что она минимум место занимает максимально просто без каких-то ферди персовых подсветок и ничего тут просто аккуратное зеркало максимально тонкая то есть она зеркала в один слой 4 миллиметра и все это смотрит симпатично эстетично в данном случае в таком стиле круглое зеркало очень классно смотрится все это просто квадрат был соответственно это было максимально банально здесь это интересно и часто используют с потолка вот таких бра свершивают то есть можно по двум сторонам либо бра уже на стене решение зеркалом это достаточно бюджетная и выглядит очень круто профиль сам недорогой подсветочка также и зеркало если под заказ делать тоже стоит копейки поэтому здесь она максимально большое на всю глубину так как всегда делаем заводим либо зеркало под плитку здесь данном случае ты как рельефная плитка это нужно было сделать завести либо вплотную плиточки то есть не делаем никаких уступов и получаем вот такой эффект у нас получается к ванна двойного размера и смотрится это объемная масштабно в разы увеличивается визуальное восприятие помещения и плюс у нас достаточно много света дает то есть если мы выключим подсветочку у нас немножко темнее становится а света достаточно от этой подсветки подсветка реализована таким образом здесь профиля для плитки потом профиль для подсветки с матовым стеклом и ленту используем 9,6 ватт анометра на ней максимально плотно светодиоды и соответственно она светится равномерно без точек и и и и и такое решение в исполнении зеркала очень классно получилось по так как здесь у нас зеркало с очень тонким корпусом 2 сантиметра и сделали нишу плитки и выбери штукатурку так чтобы зеркало корпусом ложилась полностью внутрь и у нас остается только светящаяся кромка на толщину зеркала 4 см 4 миллиметра очень крепко смотрите в маленьких помещениях как видим зеркало лучше делать от края до края в данном случае либо шторка будет либо стекло то есть у нас видим зеркало доведено до края ванны и здесь до угла но важно чтобы была идеальная геометрия именно по плитке чтобы примкание четко было и по ширине тумбы так как если оставить здесь допустим по сантиметру 2 полоски это не будет так смотреться либо зеркало делать по центру какой-либо формы либо его меньше делать конкретно по раковине данном случае лучше по ширине всей столешницы в чем может быть разница по цене зеркала то есть бывает вроде бы как бы визуально одинаковая подсветка и форма зеркала но цена разная первое это основание которое нанесено на зеркало амальгама называется она может на основании алюминия быть может на основании серебра на серебре это будет влагостойкое долговечное покрытие на основании алюминия то есть она для влажных помещений не годится так как появляется по краям со временем пятна и какие-то черные почернения по кромке второе это самое стекло есть стекло осветленно а есть обычный стекло они могут также просто желтово оттенка быть либо зеленовата или голубого то есть осветленные на основание осветленного стекла мы получаем ярко белую подсветку кромка у нас также будет светиться беленьким цветом они голубым и либо зеленым и само отражение у нас будет максимально чистым то есть реально которые мы видим здесь также будет отражение зеркала без какого-либо преображения оттенка вот пример стекла также выполнены полочки то есть обычно стекло зеленовато здесь у нас чисто белое также полки лучше выполнять из осветленного зеркало так как у нас помещение здесь данном случае серенькое но если у нас будут голубые зеленые полочки не очень будет смотреться в данном случае они чисто серенькие и будет это круто смотреть также данные зеркала могут означаться сенсорным управлением в данном случае у нас включение выключение подсветки единственное что обязательно это должно быть зеркало подключено напрямую не через выключатель так как сенсор не выключается также может быть подогрев зеркала часы и температуру самого зеркала также в некоторых зеркалах сенсор может расположен быть в торце зеркала то есть мы проводим рукой не прикасаясь саму зеркал даже сейчас существуют мультимедийные так называемые зеркала здесь показатель температура время и всяческие примочки из других и также у нас есть здесь радио через usb можно подключаться и через bluetooth слушать музыку здесь даже есть колонки и для маленьких помещений конечно же используют зеркала с уже какими-то встроенными шкафчиками как в данном случае шкафчики бывают достаточно дешевые пленочная либо окрашены либо в таком формате из dsp уже с открытыми полочками также эти же зеркала с подсветкой могут быть установлены на корпус он глубиной 15 сантиметров могут быть установлена розетка с выключателем и мы полностью получаем полноценный шкаф с подсветкой для классических интерьеров зеркала используем с фацетами и багетами багета используется для картины любого формата и фацеты для придания классического стиля спасибо за внимание оставьте комментарии какие решения здесь вам понравились либо чтобы еще добавили и пока а